Сегодня 29-е. Ласточки кричат из-за кошки. Они знают, что и выманывают. И она села, ласточка, прямо на кухню заглядывает уже. Спрашивается, что? Видимо, один ласточенок вылетел и был где-то рядом. И вот сейчас они кричат, летят, что не высовывайтесь из гнезда, они сидят там, уже их видать. Вон они, желторотики. Прямо вылезли и крылышками машут. А ласточки, вот они, они им ничего не дают и стараются вымануть их. Это они кричат, кошка ходит здесь. Это враг. И они глядят вниз. Он сел около часов и всячески стараются отвлечь ее. Вот она рядом, над столом. Попробую с той стороны зайти и показать. Сейчас они вылазили и трепыхали крылышками. А это воробушки маленькие. Тут воруют все со стола. На большие такие кусочки тащат. Вот я ласточку спугнул. Это она смотрит. Это налитый противень стоит здесь. Вот он. Прямо под гнездом. Я показываю это правильно, неправильно. Неправильно. Вот он где противень. Два полена. И прямо кверху поднимаю. Прямо-прямо вертикально. Вот тут и гнездо у них. Кошка легко допрыгивает. Это расстояние метра чуть больше. А так как под ним тазик с водой стоит. Почему они так? Подправь его. Почему вода в одно место скатилась. Под нее подложили кто-то. Вытащи поленца там какое-то. С чего ради наклонили, это непонятно. Это сидят они сами эти, маракуют ребятишки. Видишь, кто-то приподнял. Ну на каждом шагу не усмотришь. Вот она разлита была везде. Там возьми кружка или чем подлей еще воды, чтобы больше. Чтобы кошка никак, кошка чистоплотная, она не может дать. А издалека по диагонали ей тут не прыгнуть. Она вертикально прыгает. Это у нее ничего не получится. Вот они сидят. Платушка летает и кричит. Вторая тоже. Окошко вон она пошла. Вот маленькие. Надо смотреть, чтобы никто еще не портил. Все обезопасен. На толосточата сбрасывать не нужно. Прямо под лацичкиным гвездом. Ага, они заболкли. Трогать нельзя. Если их сейчас тронешь, пощупать. Маленькие были, можно было щупать. Вот знать как. А сейчас нельзя. Они сразу вылетают. Такой у них льстин. Вот она у щасов сидит. Так там слишком светло. Думал лучше, а на самом деле нет. Как все в природе устроено удивительно. Поразительно просто. У меня она выглядывает кошка. А кошка перешла в другое место и села. Вот она коробака с водой сидит. Чья кошка, не знаю, как она к нам прислонилась, привлудилась. А это полотенца висят и тут она висела. Говорят такое мнение, что ласточка счастье приносит. А мы маленькие были, у нее коричневая, ну считай, как красная. То разорит, она подожжет дом. Это у нее огонек. И мы, ребятишки, верили в это. Не то, чтобы так сильно, но боялись. И не зарили. Зарили, то есть, как воробьев. Зачем они нам были нужны? Вот так. Ну а тут что-то все время у нас работники работают. По Калиониду. В холодильнике промывают. Марина Александровна взялась тут. Боязно подойти теперь. Да, не надо подходить. Я буду сама подходить. Не надо подходить? Да. Ну а как? Давай я шучу. Подходите сколько угодно. Ну вот сейчас у меня на очереди рыба. Рыбу надо поставить в первую очередь. И зелень. Да, сейчас я его протру. Так. Будем рыбу ставить. Я бы что-то сказал тебе. Больше, думаю, прогонишь тогда. А что? Ну говорите. Ну длиннее, чтобы нижняя рубашка была, не загалялась чтобы. Да, конечно. Я ребятишек за это гоняю. Все. Как наклонятся мои ребята? Саньки, это 20 голая. Я говорю, почему уже так? Да на майку что-то там надстели. Вон видишь как. Ладно, я ушел. Давайте с Богом. Все. Зелень наша тут. Я шел походные грибы и шампиньоны. Нарвал. Ну куда я? Детям не разрешаю. Боюсь. Мало ли что. Ошибется один гриб. И красная гамма все. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...